Слово Божие Слово Божие Слово Божие И когда я ехал в Москву, я просто говорю, Господь, дай мне понять, что такое горечь, потому что я хочу, чтобы люди были свободны от горечи, свободны. И пока я вернулся с Москвы, Бог дал мне определенные откровения, которые я хочу поделиться с вами. Я даже не ожидал, что насколько трагически может закончиться жизнь людей, которые живут в горечи. Слово, которое я хочу сегодня говорить, называется так, анатомия горечи. Знаете, какое анатомия? Анатомия горечи. У горечи есть анатомия. Исследуя все места Писания, в которых говорится о горечи, я смотрел переводы на Вера Стронга, и я заметил, что ее по-разному описывал. Если говорить в плане, как говорится, такое образное, ее часто переводят как полынь. Полынь, ядовитое растение, яд, отрава, горькая смесь. Представляете, это вот когда ты живешь в горечи, это все в тебе находится. Ты наполнил ядом. Вот так. Если говорить о пассивной фазе горечи, которая действует в человеке, она там переводится как огорчение, скорбь, разочарование, печаль, тяжесть, мучение. Понимаете? И плач. Но есть активная фаза горечи. Люди, которые активно живут в горечи. И вот когда это слово стоит там, вот у таких людей, описание горечи у активных людей, оно переводится так. Это человек злобный, гневливый, раздражительный, жестокий, суровый, сердитый, резкий и извительный. Вы видите, как многогранна горечь? Как она может переживать? И смотря в Писание, я понял, что она, горечь, у нее определенная есть тактика, как она работает с человеком. Писание говорит четко и ясно, что сатана не может нам нанести вреда когда? Когда нам небезызвестны его умыслы. Знаете, такое в Коринфе? Сатана не может нам навести вреда, когда нам небезызвестны его умыслы. Какой бы ты ни был крепкий духовно, какой бы ты ни был муж Божий, жена Божия, знаешь Библию, молишься и тому подобное, если ты не знаешь тактику сатаны, ты проиграешь, скорее всего, половину битв. Где ты выиграешь, где ты проиграешь. Если ты не знаешь, что ты и студент сатаны, то будешь проигрывать всегда. Но для успешных побед, дорогие мои, нам необходимо знать не только, кем мы являемся в Иисусе, что мы благословены, мы благодатью спасены, мы сильны в Иисусе, мы все можем в Иисусе Христе, но и тактику, которую используется она, чтобы уничтожить нас. И вот горечь, это его тактика. Есть определенные этапы. И первый этап, ну, здесь так, судьба горечи. Знаете, какая судьба от горечи приходит? Знаете, какая? Человек, который живет в горечи, становится отступником. Человек, который живет в горечи, становится отступником. Это судьба от горечи. Евреям, 12 глава. Итак, укрепите опустившие руки и ослабевшие колени. 12 стиха, 12-12 евреям. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вот это, в чтих, очень важно. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Вы знаете, что такое благодать Божия? Это самая мощная сила Божия. И говорится, «наблюдайте, чтобы не лишиться благодати». Как же мы можем лишиться? «Чтобы какой горький корень, не возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. Чтобы не было между вами какого блудника или нечистивца, который бы, как Исав, за одну сметь отказался от первородства. Ибо вы знаете, что после того, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил то со слезами. Желая жить в благословении, не получалось». Что произошло? Человек не заметил, как просто, как по щелчку, он потерял свою благодать. Он лишился присутствия благодати. Когда это произошло? Когда горький корень возник в нем. Судьба людей, которые живут в горечье, это отступничество. Потому что, смотрите, возникает горький корень, он лишает благодати, и после этого человек становится блудником или нечистивцем. Понимаете? Просто это ужасно, это странно. Человек, который живет в горечи, он постоянно под атаками дьявола. Он духовный инвалид. Потому что говорится, укрепите колени, укрепите ноги, не совратитесь. Почему? Если ты живешь в горечи, ты духовный инвалид. И более того, ты делаешь инвалидами других. Написано, что этим горьким корнем могут отравиться и другие. И твоя судьба может оказаться очень незавидна. Это отступничество. Судьба от горечи это отступничество. Вот вы должны это понимать. У любого существа есть момент рождения. До момента рождения он получает, любой человек получает судьбу от Бога. До рождения. Так и горечь. Еще на то, как горечь наделась, она имеет целенаправленную цель и тактику привести вас в отступничество. Но как же рождается горечь? Он говорит, смотрите, чтобы эта горечь не появилась в вас. Этот горький корень не появился в вас. Как он может появиться? Мы должны понимать. Рождение горечи. Горечь рождается из поражения. Вы слышали такую фразу? Познал горечь поражения. Да? Слышали? Горечь рождается из поражений. Когда вы видите человека, что у него везде поражения, вот на всех фронтах. Вы знаете, что причина горечи? Вот прям сразу. Когда вы видите, что человек, вот знаете, он исполнен горечи. Вот ты смотришь, а из него прям прет этот, это все, ну, желчь и тому подобное. Я сразу могу сказать, что этот человек терпит поражения практически везде, во всех сферах своей жизни. Потому что горечь и поражение, это, 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 поражение, это показатель горечи. Плачь и ремии. Первая глава, с первого стиха говорит так. Как одинок, как одиноко сидит город, негридом многолюдным, он стал как вдова, великий между народами, князья над областями сделали здальником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. То есть горе, то есть говорится о городе, о Иерусалиме, мощном, да, который был силен и тому подобное. А сейчас что-то произошло с ним. Что произошло? Почему он горько плачет? Потому что поражение пришло. Поражение пришло. Нет у него утешителей, и всех любивших его, все друзья его изменили ему, сделали с врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства. Поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути всего в нас сетуют, потому что нет идущих на праздник. Все ворота ему опустили, священники его вздыхают, девицы его печальны. Горько и ему самому. Когда приходит поражение, приходит горечь. Горечь рождается с поражением. Друзья, нет ни одного человека, который не потерпел поражение. Нет ни одного. Но если ты не справишься с этим, горечь родится в твоем сердце. Поражение может приходить разными путями. Абсолютно разными. Когда ты встаешься перед лицом врага и терпишь поражение, ты допускаешь, чтобы враг вносил горечь в твое сердце. Чтобы этот яд и полы начинало в тебе пребывать. Когда ты сдаешься. Нет ничего страшного, что время от времени дьявол пробивается и по какой-то причине наносит на поражение. Но если ты встаешь и говоришь, что я не сдамся. Я не сдамся, дьявол. Я буду воевать все равно. Я не позволю, чтобы ты победил меня. Тогда горечь тебе не страшна. Но если ты проглотил это поражение. Раз дьявол посадил это горчичное зерно. А потом ты еще раз проглотил поражение. В одной сфере. В другой. И потом дьявол приходит, и ты без боя сразу сдаешься. Без боя сразу сдаешься. И через это он сеет эту горечь. Сеет и сеет и сеет. В грехах поражение. В здоровье поражение. В финансах поражение. В семье поражение. И человек думает, а что бороться? И он сидит, и это все мне взращивается, и кипит, и кипит. Различные поражения. Неудачи. Разочарования. Бедствия и беды. Несчастные случаи. Трагедия. Скорби. Тяжелые жизненные обстоятельства. Подавленность и депрессия. Предательство. Различные эмоциональные травмы, кризисы душевные. Ну, никто от этого не... Согласитесь, никто от этого не застрахован. Это время от времени может переходить в нашу жизнь. Но если ты сдашься, в твоем сердце родится горечь тогда. Горечь поражения. И у тебя выработается привычка сдаваться. Я скажу вам сейчас напрямую. Знаете, очень часто ко мне приходят люди. Ну, мужчины, к примеру. И они жалуются мне. У нас есть проблема. Порнография. И мы не можем от нее избавиться. Я говорю, нет ни одного греха, который с помощью благодати Иисуса Христа человек бы не мог победить. Аминь. Аминь. Он говорит, что исследуй свою жизнь, ты увидишь, что у тебя жизнь полна поражений. Но Бог не предусматривал, чтобы христиане жили в поражении. Потому что в Иисусе Христе мы больше, чем победители. Скажите, мы больше, чем победители или нет? А если нет победы, значит, что ты делаешь неправильно. И если нет победы, это семя дьявольское, оно будет взращиваться тебе. Горечь поражения во всех сферах. Я многих видел людей, я просто сейчас хочу поделиться с вами. Я многих видел людей, которые начинали двигаться в исцелении. Я видел людей, которые двигались, и сейчас они делают видеоролики, которые говорят, нет исцеления. Это все неправда. Самое странное, что через них люди исцелялись. А знаете почему? Потому что когда что-то не получалось, молился и не получилось, горечь приходит. Но приходишь, правильно? Неприятно, когда ты не получил сделать что-то. Неприятно. Я вам скажу, что только раз, я столько раз это чувство испытывал, когда не получалось, и эта горечь пытается атаковать тебя, атаковать тебя. А я показал ей жест рукой. Нет. А вот другое же, да? Нет. Ты не возьмешь меня. Сатана, ты не возьмешь меня. Я не допущу тебя победить. Не допущу тебя победить. Не допускайте. Не допускайте этой горечи, поражения входить в ваше сердце и рождаться в вас. Как любое существо, живое, после того, как оно родилось, ему необходимо чем-то питаться для роста. Горечь тоже питается. Когда она родилась, да, судьба, для чего? Сделать тебя отступником. Как это сделать? Нужно родиться. Родиться в твоем сердце. Поражение, поражение. Ты сдался, все, она родилась. Но этого мало. Нужно вырасти. Этой горечью нужно вырасти для любого существа, чтобы он рос. Что необходимо делать? Кушать. 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 У горечи есть еда, через которую можно ее вырасти в огромного монстра. И знаете, какая это еда? Непрощение, обиды и месть. Вот это горе, это еда горечи. Люди живут годами в непрощениях. А уже та бабка умерла уже 20 лет назад. Не прощу никогда. Да я уже наплываю, что она уже в гробу лежит. Да я уже наплываю. А корень от этого монстра, от этой горечи. Ну это живет в этом. Отпусти ты ее уже в конце концов. Я бы никогда не прощу. Этого человека он мне сделал. Да ему плевать, простишь ты его или нет. Вообще ему наплевать. Он уже забыл про тебя, что он вообще тебя обижал. Понимаете? У него таких, как ты, соль. Я тебя его не прощу. И ты этой ебидой горешь, и горешь, и ты горешь. И вот ты все это ходишь в этой желчь и т.е. подобное. Он говорит, а отомстить, отомстить ему. Знаете, вот это дальше мечты не происходит. И мечтаем отомстить когда-нибудь. Но самое интересное, никогда не отомстят. Никогда не отомстят. Он, если бы отомстил, бы успокоился тогда. Я пошутил. А то стил бы и успокоился. Я снова пошутил. Да? Нет, он мечтает спить ночью. Я его бытел на ножичках его. Или я бы ему то же самое сделал. Это местью. Вот этого монстра кормит и кормит. Но самое ужасное, что делает горечь. Она делает людей обидчивыми. Ладно, это не прощение, это месть. Но когда человек обидчивый, вот это уже полный конец. Да? Вот маленькая скажет. Все, обиделся, мы тебе все с тобой не разговариваем. На жизнь обиделся, мы все обиделся, все. Такой обидчивый. Вот его монстра там всканливает. И думаешь, хочется пожалеть ему вроде бы. Ну как бы, ну человек такой обиженный. Но когда ты, конечно, не встречаешься, тебе не хочется жалеть. Потому что он просто монстр. Знаете, он в своем поведении монстр, исполнил полный горечи. И вот обида, обидчивость, месть, это есть еда горечи. И в Висяном 4.30 говорится так. И не оскорбляйтесь этого духа, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречия, со всякую злобную, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добрыми. Скажите, добрыми. Сострадательными. Самое тяжелое слово. Прощайте. Прощайте. Аллилуйя, мы это сказали. Друг друга, как и Бог во Христе, простил вас. Смотрите, это интересно. Он говорит, вот если ты не живешь, добрый и странный, человек наполнен гнев, злоба, крик, ярость, вот этот монстр в тебе, он не может спокойно сидеть. Люди, которые наполнены горечью, они не могут спокойно сидеть, вы знаете? Им может горечь на кого-то выливать. Выливать и выливать. Также есть люди, они, может быть, ни на кого не обижаются, но у них есть вина, чувство вины. Это тоже гормит горечи. Написано, что когда Петр предал Иисуса, когда этот Петр проколекал три раза, написано, что он вышел и горько заплакал. Горько. И многие люди, уже простил тебе Христос этот аборт, в конце концов. Простил он тебе уже это. Хватит в этой вине ходить, эту горечь кормить. Уже простил тебе и то это. Христос тебя полностью своей кровью искупил. Хватит. Хватит отоживать эти сопли, в конце концов. Понимаете? Вот встретишь, и вот не можешь, если человеку ты никому не делаешь хуже. Может быть, ты думаешь, что ты какой-то такой духовный, через это, что ты себя в самом... Тебя Христос не обвиняет. Зачем? Это самовольное смиренное будущее себя гонять самому. Он просил тебя. Но ты же в горечи. Это горько... Но самая страшная еда, которую кушают, это когда люди обижены на Бога. На жизнь. На Бога. Это Бог виноват в моей жизни. Такой. Это Бог виноват. Это Бог сделал в моей жизни. Первый отца рассказывается о истории. Был такой мужчина. Его звали Илкам. Знаете такое? Илкам. Слышали такого? Илкам. Нет? Ну, Библию читайте, вы слышите. Потом в конце я расскажу эту историю про... Вспомнил сейчас просто одну смешную историю, потом в конце я расскажу. Илкана. У него было две жены. Сейчас так нельзя. Только тогда мы уже... У него было две жены. Финана, у которой было много детей. И Анна, любимая, у которой не было детей. Знаете? И вот они каждый год ходили к этому... к Скинии, приносили жертвы. И он раздавал потом вот эти части мяса и того, что он приносил детям своим, финане, а не давал больше. Он любил ее. И вот эта вот финана, понимаете же, да? Что же она делала? Написано в шестой стих. Первая глава, первое царство. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так было каждый год, когда ходили, ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Жизнь, она предрасполагает нам тому, чтобы мы огорчались. Обижались на жизнь, на Бога. Бог, почему не такая судьба? Вот все люди, как люди, а я королева. Королева. То есть, королева проблем и неудач. Почему Господь так в моей жизни, да? Ну, Господь, зачем ты мне дал такую судьбу? Да не давал тебе Господь такую судьбу. Не давал он тебе такую. Это тебя научили, что он давал, потому что, вот, а она научили финал. Научила? Это Господь заключил твое чрево. Вот видишь, насколько он... И какова цель была? Внести горечь. Для ропота. Ропота. Чтобы та женщина начала роптать, роптать. Вот Господь тебе заключил твое чрево. Зачем? Но, слава Богу, Анна молилась Господу, она получила ответ. И когда жена Иова то же самое ему сказала, да ты похули Бога и умри, наконец. И то было, друзья, если мы кормим горечь, а нам вырастить такого монстра, вы не только хулить Бога будете. Понимаете? Вы еще и другие вещи будете, идет пострашнее. Не позволяйте, не кормите. Удалите всякую обиду, всякую месть, всякое непрощение, всякие там претензии к Богу, всякую вину. Удалите из себя. Иначе Моцер сожрет вас. Сожрет Патрахан и не подавится. Я помню, в Молдавии поканчивалась, поканчивалась, покаялась, ну покаялась и тоже покончить с собой. Старым человеком на крест его в воде утопить его, и чтобы он больше не вылазил оттуда. Я пошутил, это тоже плохо, покончить с собой нельзя. А то, ну по-разному люди понимают, знаете. И вот там была женщина, она покаялась. Как раз было время вот такое, как сейчас у нас, уже приходил отопительный сезон. Женщина пошла и растопила печку. и что-то не тянула, не знаю, как у вас с печкой работала, нужно, чтобы она потянула, знаете. А у него вот все вдох валило. И женщина перестала ходить в церковь. И когда мы пришли, спросили, а что вы в церковь не ходите? Как Бог мог со мной так поступить, что у меня печка задымилась? Как он, я же его не тянет, почему у меня труба не тянет? Не пойду больше, и все. Обиделась на Бога. Я вам скажу, до этого этот человек был исполнен горечью, потому что такие вещи нормальные человек не может говорить. Понимаете? Она была исполнена, она вскормила этого монстра, и он не дал ей, не дал просто ей принять Божью любовь. Он не дал. Потому что любовь к Божию, говорит Римлян, на 8 глава, нас ничто не может получить в любви к Христовой. Ни скорбь, ни теснота, ни ногота, и там и убивает, если ничто никогда человека не заставит разлюбить Господа, если он познал Бога. Но вот горечь, она может заставить тебя разлюбить Господа. Мы читали первое место. Она может лишить тебя благодати Божьей, лишить тебя благословения, лишить тебя любви Божьей. Все это может сделать горечь. Это ужасный монстр. Не корми его. У горечи есть сердце. У горечи есть сердце. И это сердце, сердце горечи, это злость. Злость. Вот запомните, если вы допустите горечь в свою жизнь, она сделает вас злым человеком, злобным, гневливым. Вы будете в ненависти постоянно жить. Мы вот читали больше вместо про Эфесяна. Римлянам, третья глава. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все завратились с пути до одного негодным. Нет делающего добро нет ни одного. Ну, какое-то вообще ужасное описание до жизни людей. Смотрите, что дальше написано. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги быстры на пролетие крови, разрушение и пагуба на путях они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Это описание человека и дожит горечи. Иисус сказал, вы поражение ехидное, вы как вообще можете доброе говорить, когда вы сами злые? Говорит, это невозможно. Вы исполнены зла, вот вы и говорите зло. А тут исполнены добра, он говорит добрые вещи. Правильно? И здесь описано, когда человек исполнен горечи, он говорит все зло, он не бонт он постоянно что-то ищет разрушать. Он не может жить спокойно, потому что он не может. Его сердце исполнено зло. Горечи, сердце горечи это злость, нервность, гнев. И человек, который в горечи, он живет в этом. Совсем недавно прочитал один благословенный брат, пастор церкви, я слежу вообще за их служением, мне очень радует то, что Бог делает их служение. И он говорит, я дал задание своим администраторам, у нас было 15 ютуб каналов, где мы выставляли различные свидетельства с наших служений. Я дал администраторам, чтобы они просмотрели все комментарии. Негативные, негативные комментарии. И он говорит, и самое маленькое количество негативных комментариев, знаете, от кого было? Угадайте, атеисты и сатанисты. Меньше всего ругали то, что там происходило, то, что Бог делал чудеса Божьи. А самое большое количество, 98% угадайте, от кого было? От не просто верующих, от протестантов. Протестантов, которые прокрылали, которые вообще матами ругали, делали все, что угодно. Протестанты за то. Понимаете? А почему? Потому что желчью исполнены. И пока на скамейке нельзя посмотреть то же самое в Фейсбуке, кто-то что-то написал, и снизу как пошли комментарии. Всю благодать Божию узнаешь. Все по полной программе ты узнаешь. Почему? И хочется написать, люди Божьи, если вы Божьи, что с вами происходит? Что вы несете вообще? Откуда столько яда? А столько горечи, столько мерзости из вас исходит. Пока вы сидите в церкви, вы все аллилуйные. Да, человек аллилуйя. Это вот правда, но как только никто не видит, там вот, возле клавиатуры, вот там сердце горечи, она проявляет себя. Они все такие храбрые. Иногда вот хочется, ну, как в мире иногда там, кто-то пишет, когда это начинается, и контролиция пишет, мой адрес такой-то, если не трус, приезжай, разберемся. Хочется написать, слушай, ты аноним! Хоть по фотографию поставь, чтобы увидеть тебя. Кто ты такой вообще? Теолог. Ёлки-палки. Кто ты такой вообще? Дай бы их посмотреть, а то же я знаю, они там колятся сначала в вену, а потом начинают антиологический спор спорить. Я же знаю об этом, понимаете? Я же вижу, знаю таких, у меня такие даже знакомые были, напьется, и давай на христианских форумах спорить на теологические эти самые знатения. Вот они такие пишут комментарии, такие вот мерзкие. Друзья, не позволяйте, что вот эта злость, мерзость, она пребывала в вас. Она не только через слова будет, она будет через дела проявляться, через дела. Рефлексы горечи. Знаете, вот сколько раз вы вообще моргнулись за сегодняшнее служение? Я бы не считаю, правда, а вы даже и не знаете. Почему? Потому что вы делаете на рефлексах. Рефлексы, рефлексы. Ты даже не задумываешь, да? Сейчас моргну, сейчас пройду. Это рефлекс. У горечи есть рефлексы. Знаете, в чем у нее заключается? Человек даже не соображает, что он делает. Знаете, какой рефлекс горечи? Это богопротивник, богоненавистник. Как все серьезно, написано Якова 3 глава 14 стих. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не уйдите на истину. Странно, да? Почему горечь против истины встает? Потому что рефлекс горечи, человек даже не понимает, это всегда противится богу. Иисуса за что предали? Пилат понял, что его предали и зависти, и зависти его предали. Когда апостолы начали двигаться, написано, что великая рука Божья была с апостолами, множество мужчин, женщин присоединилось к церкви. Со всей круги сводили больных, одежимых, и тень Петра просто проходящего исцеляла их. И написано, что первосвященники же и с ними, ну некоторые там из Елиси Судакейской исполнили зависть. И что они сделали? Они взяли и наложили руки на апостолов и посадили их в тюрьму. Всякая горечь всегда будет атаковать детей Божьих. Человек исполнил горечь, он всегда будет атаковать дела Божьи. Мы смотрим дальше, в Деяние Трастной главы, апостол Павел пришел в такой город со смешным названием, Оттеухая Писидийская. И он там проповедовал. В общем, у него там получалось проповедовать. И написано, что они пришли и в субботу проповедовали. И множество людей они просили, давайте следующую субботу тоже проповедовать здесь. Ну и они там как бы и пастыря местные, там раввины согласились. Но когда на следующую субботу пришел весь город на проповедь, местные уже как бы пастыря, они как бы уже не согласились. Понимаете? Написано, они, иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречие засловия, сопротивляясь тому, что говорил Павел, изгнали их. Ну, Павел там собрал людей и учил, было благословение, но они не угомонились. Они начали подстрекать женщин, которые имели власть, и они все равно выгнали апостола Павла. Они отликнули пыль, и все, ваша кровь на вашей голове. Понимаете? Ну, смотрите, вот человек, который исполнен горечью, он даже не будет соображать, что он гонит Бога все время. Что он всегда поставит против дел Бога, потому что это у него делается на рефлексе. Мозг не работает. Мозг не работает. Смотрите, как интересно. Тоже, Деяние, 8 глава. История о Симоне в Алхве. Он увидел, как апостол Павел, апостол Петр возлагали руки, и люди принимали крещение духовности. Помните, 8 глава? И написано, что он увидел это, а сам раньше был колдун, делал чудеса и т.п. И он взял деньги и приходит к ним, ну, посоветовал, ну, тоже хочется же. В завтение говорит, дайте мне такую власть. Он говорит, вот пожертвование, действительно, ну, вот, дайте мне такую власть. И апостол Петр ему говорит, нет тебе в всем части, да, он говорит, серебро твое, да будет тебе в погибель. Почему? Потому что знал, что, он говорит, потому что вижу тебя из полной горькой желчи в узах неправды. Этот человек был просто еще, вот, у него было горечь. И он даже не сообразил, что он сделал. Апостол Петр говорит ему, ты погибнешь, ты погибнешь, потому что сердце твое неправо перед Богом. Я вижу тебя в узах неправды, исполнив горькой желчи и тому подобное. Он говорит, молись Богу, может Бог отпустит твой за умысел. Как и странно, акуртист был умнее, чем многие верующие. Потому что он сразу сказал, и да, да, и вы тоже сразу покаяние пришло. Он сообразил, что он погибнет, если он с горечью и не разберется. Как ни странно, этот акуртист умнее, чем многие верующие. Понимаете? Они живут с этой горечью. И живут в церкви находятся. В церкви. И это те люди, которые разрушают церкви. Это те люди, которые разрушают церкви. Понимаете? Я вот сколько был уже за последние три года, больше ста церквей. И везде вижу одну и ту же тенденцию. Церкви разрушают люди, исполненные горечью. Везде одно и то же. Поэтому, друзья, знаете, помню, такая история произошла. Приехали братья-протестанты в одно село делать евангелизацию. Но на их несчастье в этом селе уже поместились, поселились другие протестанты. Ну, как бы, с другой конфессии тоже протестанты. И вот эти протестанты, которые были раньше, они на нем бандитов. Что-то их побили и выгнали из этого села. Откуда это? Откуда это богопротивление? От горечи. От горечи. Они даже не соображают, что они делают. Безумцы. Понимаете? Поэтому, ну, часто вот еще, ну, я имен, ну, не имен называю или конфессию, но, вот, есть, допустим, там говорят, главная любовь. Любовь главная. Ну, аминь. Главная любовь. Там, я согласен, да, может быть, я вот согласен, может быть чудесней быть, там, даже вот люди к Христу не приходить, но любовь это главное, я согласен. Но я говорю, если главная любовь, что же вы жрете друг друга? На ваших этих вот пастырских и братских вы же сжираете друг друга. Не дай бог, какой-то молодой, ну, человек, насчет лучше, чем вы проповедовали, вы же сожмете его. Или какое-то действие будет. Я говорю, если главная любовь, почему так? Горечь. Горечь. Она не дает везде, где Бог проявляется, уничтожить, запретить, закрыть, изгнёров во имя Иисуса изгнёров, да? Во имя Иисуса, кстати, делается. Не слышали, как анафеми во имя Иисуса предают? Анафема, маранафа, да, в имя Иисуса, да, пришествие Господа Иисуса Христа. За что? Ну, за ерунду какую-то. Из-за того, что горечь находится в сердце и тому подобное. Друзья, это очень всё серьёзно. Последний пункт называется так, ДНК горечи. У каждого злого существа есть ДНК. У каждого. Это ДНК определяет, как он будет выглядеть. Согласны? Ну, как ты выглядишь, это ДНК определяет. То есть, какие у тебя уши будут, красивые, носики и тому подобное. Да? У горечи есть ДНК. Тоже есть ДНК. И она определяет, кем ты будешь, как ты будешь выглядеть. Якова, третья глава, с тринадцатого стиха, можете прославление выходить. На клавиши можете, один человек. Якова, третья глава, третья глава, с тринадцатого стиха по шестнадцатый. Мудр ли? Это, кстати, верующим пишется. Вот я сейчас прочитаю. Это верующим пишется. Это не пишется кому-то вот там, с улицы. Это верившим пишется. Мудр ли? И разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью и кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и все худое. Человек был создан по образу и подобию Бога. Потом он пал, конечно же. Когда мы приняли Духа Святого, на кого мы стали похожи? На кого? На Христа. Почему? Потому что Дух Христа в нас делает нам похожим на Христа. Но Дух Горечи делает тебе похожим на бесов. Вот ты будешь выглядеть, как бесы выглядят. Понимаешь? Он столько тебя будет уничтожить. Он говорит, но если ваша вот эта горечь есть в вашем сердце, это не Бога. На самом деле горе откуда? Бесов. Бесы. Бесы. Они тебя формируют. И смотришь человека. Ну, я был такой, вот как-то у меня угораздило поехать с одним, я верю благословенным человеком, в будущем, когда-нибудь можно упакаяться и быть благословенным. Поехать мне и, господи, понимаете, вот обо всем, вот везде, начиная со своей семьи и заканчивая, заканчивая президентами, правительством Зимбабло, понимаете? Вот просто столько горечи. Я просто, знаете, сидел, у меня, ну, даже не мог сконцентрироваться. Потому что как-то лилась, лилась, и лилась. Я посмотрел на него, думаю, бес какой-то вообще, реально. Никакого Бога там нет в этом человеке. Друзья, ДНК горечи это демоны. Это демоны. Это вот мужская, это вот мирская, душевная мудрость, бесовская. Будешь жить в гореще, будешь вагим демоном. Будешь похож на них. Будешь исполнился всякой грязью и тому подобное. Ну, друзья, есть хорошая новость. Есть очень хорошая новость. Чуть-чуть-чуть-чуть, поддержите, пожалуйста. Есть очень хорошая новость. Вы знаете, был кто-то и есть. А я говорю, был кто-то, кто-то и есть. Кто когда-то был предан своим учеником, и он познал горечь предательства. Вы понимаете, о чем я говорю? его близкий человек, его близкий человек предал его за гроши. Загреши. Он предал его. И более того, те, кто не предали его, они отказались от него. Они убежали. Они тоже предали его. Они бросили его. И этот человек все это опознал, эту горечь. Он все это опознал. Его требовали распять и убить. Люди, которым он проповедовал, в чьих домах он находился, кого он исцелял, освобождал. Они требовали распни его. И он пережил это. Он пережил горечь несправедливого суда. Самого справедливого римского суда. Знаете, римляне, они были, чем они хвалились? Что у них было самое справедливое суда. А он пережил от этого суда самое несправедливое вынесенный вердикт и наказание. Он познал это. Он познал боль избиения, издевательств, унижения и насмешан. На кресте он познал самую сильную боль горечи. Он был оставлен от сон. Чтобы ты сегодня был принят. Чтобы ты сегодня был принят. Чтобы ты сегодня не познавал этой горечи. Не познавал. Тогда отпустил им вараму. вараму. А Иисус, обив, предал на раскрятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И сплесший венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский!» И плевали на него и, взяв трость, били его по голове. И когда рассмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киримянина по имени Симон. Симон заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофом, что значит плобное место, и внимательно 34-й стих, «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. Иисус испил твою горечь и ответов не захотел пить. Иисус испил твою горечь, но попробовав его, он больше не захотел его пить. Почему ты ее пьешь? Почему ты еще не избавился от нее? Расставшие его, делили одежды его, бросая жребий и сидя стерегли его там и поставили над головой его надпись, означающую вину. Все есть Иисус царь иудейский. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую, другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говорят, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста, подобно первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. если он царь израиля, пусть теперь сойдет с креста и универ в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я сын Божий. Так же и разбойники, распятые с ним, поносили ему. А с шестого часа тьма была по всей земле до часа девятого. И около девятого часа возобил Иисус громким голосом или или лама салахвани, то есть Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые стоящие там слышали это, говорили Илью зовет он. И тот час подбежал один из них, взял губку, напоел уксусом и наложив на трос давал ему пить. И еще раз он испил горечь за тебя. И еще раз, даже тогда, когда он уже не хотел это. Он еще раз испил горечь за тебя. И другие говорили постой, посмотрим, придешь ли Илья спасти его. И Иисус же опять возобил громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме раздралась на твоем сверху донизу. И земля потряслась, и камни растелись, и гробы отверглись, и многие тела усовших святых воскресли. И выйти из гробов по воскресень ему вошли во святой град и явились ноги. Сотни же и те, которые с ним стерили Иисуса, видя землетрясения, и бывшие, и бывшие, то, что происходило, то есть, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Воистину он был Сын Божий. И этот Сын Божий ради тебя, он выпил эту горечь. Он испил эту горечь по полной. И когда он уже отказался ее пить, его еще раз заставили пить эту горечь. Его еще раз заставили выпить. Друг, пора отпустить этого монстра. Ват! Пусть всякая горечь оставит тебя. Я хочу, что ты был сегодня в свободе. Знаете, я не зря сказал вначале вам, что Иисус любит вас, и я люблю тоже вас. Я хочу, чтобы вы были свободны. Я хочу, чтобы вы жили в победе. Я хочу, чтобы от вас исходила любовь, а не разрушение. Я хочу, чтобы вы дошли до небесного Иерусалима, чтобы вы не оступили, не стали блудником или нечистивцем. Прими просто Божью любовь. Отпусти эту горечь. Давайте мы встанем и помолимся. Сейчас выключен свет, и никто тебе не мешает. Ты в тайной комнате, никто тебя не видит. Сейчас ты можешь отдать все Богу. Сейчас ты можешь покаяться. Сейчас ты можешь отпустить эту боль, эту полы, этот яд, этот горький уксус, смешанный с желчью. Сейчас ты можешь отпустить и уйти отсюда свободно. Свободным наполненным Божьим Духом измененным и похожим на Иисуса Христа. Похожим на Иисуса Христа. Закрой глаза друг. Посмотри на Иисуса, посмотри на кресте. На кресте посмотри висит Иисус. Ты видишь Он взял эту горечь. Ты видишь Он взял это в учение. Ты видишь все взял он на себя. Сейчас отпусти. Отпусти это. Скажи Господь, я отпускаю. Скажи демоны вводили меня. Я хочу чтобы Ты вел меня. А Ты ведешь меня любовью, Господь. Сейчас пуст Твоя любовь исцелит меня. Положите руки на сердце просто. Положите и скажите Господь, пуст Твоя любовь исцелит меня. От всякой горечи, от всякой обиды, от всякой вины, от всякого ропота на Тебя. Господь, от всякой желания мести, Господь, от всякого непрощения, от всякого росту пусть исцелит меня сейчас. Пусть всякая злоба, ненависть, месть, гнев, пусть все это уйдет Господь. Я отвергаю эту судьбу. Я отвергаю эту судьбу противную Тебе. Я принимаю сейчас судьбу от Тебя свободы во имя Иисуса Христа. Сатана во имя Иисуса Христа. Твои дела открыты. Твои планы вскрылись. Ты не победишь нас. У Тебя не получится управлять нами через горечь. У Тебя не получится. Мы знаем Твои планы. И сейчас мы отвергаем их. И ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ничто и никогда. Никакие поражения. Ничто и никогда. не смогут принести эту горечь в нас. Мы принимаем сейчас свободу. Благодарим Тебя Иисусе, что сейчас мы очищаемся. и поток Твоей воды Духа Святого полностью очищает нас. Омывает наши души и наши умы. Наши понимания. Наши рефлексии. Все, что мы делаем. Мы принимаем Твои мысли, Господь. Мы принимаем Твой разум. Мы принимаем Твое водительство. Спасибо Тебе, Иисусе. Мы благословляемся Тобой. Спасибо Тебе, Господь. Сейчас во имя Иисуса Христа. Я говорю всем болезням, которые были спровоцированы Духом горечи, во имя Иисуса. Ты Дух горечи, я связываю Тебя. Ты Песовский Дух, который ввел людей в эту горечь, я связываю Тебя во имя Иисуса. Я говорю все болезни, которые были спровоцированы во имя Иисуса, прочь уходите сейчас из людей. Я говорю всякая киста, всякая опухоль, всякие болезни костей, артрозы, артриты во имя Иисуса, всякие болезни желчного пузыря, всякие болезни сердца, нервной системы, крови во имя Иисуса. Мы сейчас сокрушаем вас. Дьявол, мы вскрыли твои планы. Мы говорим, в горечь во имя Иисуса покинь сейчас, покинь Божий народ, забирай прочь, забирай прочь свои плоды, забирай прочь свои корни. Всякое растение, которое отец небесный насадил, искоренится. Сейчас мы искореняем, мы искореняем это злое растение во имя Иисуса Христа. Мы говорим, прочь уходят, все последствия и горечи прочь уходят из жизни, из здоровья, из души, из семьи, из работы, из судьбы. Мы продолжаем победу Иисуса Христа. Через каждого, через всех, я победитель. Скажите громко, я победитель. Я больше, чем победитель. Через Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Ты дал нам эту свободу. Спасибо тебе, Господь. Ты дал нам свое направление. Спасибо тебе, Господь. Сейчас мы благословляемся тобой. Сейчас давайте мы прославим Бога. И когда вы будете петь, знайте, что процесс будет происходить дальше. Процесс очищения, духовного переливания будет происходить дальше. Будет вытекать эта грязь, эта горечь, этот яд. И будет заливаться чистая, чистая, чистая кровь и Иисуса Христа, который чиста от всякой горечи. Во имя Иисуса Христа. Утр且евая ст Alicia. Иисус Христа. ПЕСЛЕНИИ, СМИТИКИ ЧИСТУЛЕНИЕ ВСС Gao